В Рейдере начали ремонт ТЭЦ. Полностью работу объекта остановили в начале мая. Подрядные компании займутся восстановлением котлогрегатов, магистральных и внутриквартальных сетей. Теплоэлектроцентраль намерены частично передать в коммунальную собственность. Сейчас идут переговоры о передаче 50% акций государству. Анелисенбердина продолжит тему. Коренной рейдерчанин Виктор Корнаков живет в девятиэтажке неподалеку. Делится в доме до сих пор холодно, горячей воды нет и переживает, как бы следующая зима не выдалась еще более суровой. Ведь если не сделать ремонт на ТЭЦ, то отопительный сезон в городе может вовсе не наступить. Остается три месяца, а это если шесть котлов, сами поймите, это такая работа, что ее так быстро не сделаешь. И до сих пор все не могут определиться, кто это будет делать. И мы сейчас, не знаем, сегодня пожар был, люди ставят водонагреватели, не выдерживают нагрузку, а зимой приставят, если бесследно, что-то еще батареи включать. Но власти региона, жители города Металлургов, обрадовали. Почти завершены переговоры с собственником о передаче пока половины акций ТЭЦ государству. И это дает возможность, даже не дожидаясь завершения подписания документов, начать долгожданный ремонт. С пандемика у нас заезжает порядка десяти подрядных организаций, которые будут заниматься ремонтными и восстановительными работами ТЭЦ по всем видам оборудования. Также на самих котла-агрегатах, на сетях магистральных и внутрипортальных сетях. Причем пока подрядчики будут вести работы за свой счет, чтобы не терять драгоценное время и не ждать, когда выделят финансирование. Со стороны ТЭЦ за процессом следит недавно назначенный вице-президент Кирилл Галота. Он сам инженер, знает все оборудование и как местный житель только рад помощи государства. Частично ТЭЦ будет принадлежать и находиться на управлении именно государством, на управлении ЖКХ. На территории сейчас уже имеются представители тепловых сетей, которые курируют объекты, курируют сами ремонты. Ведутся подготовительные работы, заводится материал частично уже. Главное, что власти обещают завершить основные работы уже к середине сентября и отремонтировать все шесть котлов. Напомню, ситуация на ТЭЦ плачевная. За прошлый сезон остановка оборудования здесь происходила 67 раз, а прокуратура обнаружила больше 240 нарушений. Чтобы не дать городу замерзнуть, подрядчики, привлеченные Акиматом, вложили свыше трех миллиардов тенге. Эта сумма собственникам им пока еще не оплачена. Поэтому и идет речь о демонополизации объекта. Анна Лисенберт, Нашкер Пабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.